Сейчас завершилась консультация с новым составом министров, которые придут в ближайшее время в правительстве. Все в соответствии с теми поправками, изменениями, которые внесены в Конституцию. Я сегодня Володину сказал, что надо эту процедуру хорошо продумать. Нельзя так вчера прочитали по интернету, сегодня утром внесли, давайте немедленно проведем встречи и завтра уже рассматривать. Эта процедура должна продолжаться минимум неделю. Надо с каждым из кандидатов обстоятельно обсудить, услышать их приоритеты, программу, которую они собираются реализовать, изучить внимательно их возможности, команду. На мой взгляд, делается опять в попыхах. Но время жесткое и предельно требует верных решений. Вы, наверное, помните, что мы наставили на изменении финансово-экономического курса. И когда президент выступал своим посланием, я особо подчеркнул, что невозможно войти в пятерку стран, если останутся темпы, которые были почти 10 лет. Все крутится вокруг нуля и одного процента. Надо выходить на мировые темпы. Второе, надо иметь сильные правительства, способные реализовать эту программу. Мы наставили на отставке правительства Медведева. И третье, надо менять конституцию расстрельную, которая пропитана гарью расстрелянного дома Советов, трагедии Чеченской войны и грабежом граждан. Нужна конституция, которая выражала интересы и тщание людей. Ну, вроде бы пошли на встречу. В начале этого года отставили правительство, внесли поправки изменения в конституцию. Мы надеялись, что те 15 поправок, которые позволяли бы иметь бюджет развития и реализовать послания президента, были Единой России проигнорированы. А они позволяли нам решить целый ряд проблем. Мы их обсудили с Мишустиным и его министрами. И надеялись, что бюджет, который принесут в этом году, максимально учтет наши предложения. Но, к сожалению, Силуанов и Кудрин, вся эта команда Агрисов в Ельцинской эпохе, по-прежнему принесла бюджет, от которого развитием и не пахнет. Невозможно с таким бюджетом реализовать программу развития страны, остановить ее в Эмиране. В этом году потеряем 350 тысяч человек еще. А победить бедность и все сделать для того, чтобы освоить новейший технологий. Но, видимо, Путин и Мишустин, прекрасно понимая, что кризис все больше охватывает планету, что бодание в Америке закончится тем, что и доллар будет лихорадить, что две крупнейшие страны, Германия и Франция, по сути дела, под напором коронавируса подняли руки вверх и пытаются отсидеться. Это значит, потребность в нашем сырье будет минимальная. Решили в срочном порядке ремонтировать правительство. На мой взгляд, это шаг в правильном управлении. Сегодняшняя беседа показала, что они представляют те проблемы, которыми предстоит заниматься. А Новак, один из опытных министров, будет координировать не только энергетику, но и промышленность. Мы в свое время подготовили закон о промышленной политике, о государственном планировании, но этот закон правительство заморозило. Так что есть определенная надежда, что что-то изменится в пользу производства и трудового народа. Но пока это только надежда и шаг в нужном направлении. С тем финансо-экономическим блоком, который сегодня есть, и бюджетом, который «Единая Россия» приняла в первом чтении, ни одну из этих проблем решить невозможно. Официально вам заявляю, почему невозможно. Допустим, у нас развалили авиационный комплекс. Раньше на 15 заводах авиационных страна производила полторы тысячи летательных аппаратов, и каждый третий пассажир в мире летал на илах и тушках. Сегодня даже нет малой авиации, а та, которая есть иностранного производства, нам обещают отказать в поставке запчастей и комплектующих. Если взять электронику, даже в военной технике немало иностранной электроники. Пока подвижки в этом плане есть, но они обнадеживающие. Реальных изменений серьезных нет. Это касается и банковской системы, особенно социальной. Для того, чтобы страна перестала вымирать и уверенно двигалась вперед, надо тратить 20% бюджета на науку, образование и здравоохранение. У нас нет и половины. Поэтому изменение кадрового состава, даже и улучшение, не приведет к выполнению послания президента и высоким темпом. Открываю доклад ФВФ, написано, в следующем году средние темпы прогнозируют 5%, китайцы 8%, а у нас ниже 3%. А это значит, мы будем не в пятерке, а в пятнадцатой. Вслед за провалом послания президента наступит политический дефолт, что чревато тяжелыми последствиями страны. Фракция обсудила внимательно все вопросы, приняла решение, учитывая, что Мишустин своей командой обещал все-таки скорректировать курс и максимально поддержать новейшие технологии граждан, которые требуют в этом поддержки. Мы завтра выслушаем внимательно эти предложения и воздержимся от голосования. Еще есть полгода для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Но для этого надо изменить, прежде всего, финансо-экономическую политику. И надо было, Мишустин, начинать не с этих министров, а с министров, которые контролируют финансовый блок и которые обязаны эффективно работать, чтобы казна была полной. При том курсе, как и есть в этом отношении, задачи экономического и социального плана решить невозможно. Поэтому мы опубликовали и направили в адрес правительства и членов Совета Безопасности наш материал, называется «Бюджет либеральной эпидемии». Я надеюсь получить ответ на эту тему и от президента, и от Мишустина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова